Ой, граждане! Я живу в очень странном доме. Не дом, а зверинец, ей-богу. Вы не поверите, а вы поверьте. У меня за стеной слева у соседей петух живёт, представляете? Полуметровый. Вот, петушина такая. Если утром раздаётся такое протяжное кукареку, как ножом по стеклу, и тут же крик, заткнись, чмо пернатые, значит, ровно пять утра. Пора на работу. Всё. Справа сосед вообще с ума сошёл. Обезьяну завёл, гиппона. Зверюга умная, ой, на диван садится, ногу на ногу закидывает, телевизор пультом включает. Когда увидит Сергея Зверева, телевизор начинает целовать. Думает, папку показывает. Жена у меня тоже ку-ку. Зверей очень любит, меня недолюбливает. Такое вот сочетание. Недавно на птичьем рынке жабу купила. Где-то прочитала, что если приложить жабу к колбу, то можно снять стресс. Это ж какой стресс надо иметь, чтобы её к колбу приложить. Приложила. А мама, девочка смелая. Свет выключила, лежит, значит, и уснула. Уснула. Я поздно вечером домой прихожу. В темноте жену в лоб целую. Чувствую, жена холодная. Милая, ты жива? И вдруг меня в губы кто-то чмок. Я говорю, очень приятно тебя видеть. И вдруг голая жена снизу. С кем ты-то там разговариваешь? Я свет включил. Боже мой. Смотрю, у жены на башке чудовище сидит. Я в первый момент вообще подумал, что у неё мозги наружу вылезли. Я тапок схватил на эту жабищу. Смотрю, она вроде ласково смотрит. Типа, говорит мне, Вася, я твоя. Но я всё равно не сдаюсь. Я на жабу замокнулся тапком. Она в последний момент в сторону прыг. Я по голове жене хрест. Она мне в челюсть бать. Дальше ничего не помню. Такая вот семейная идея. Но это только начало. Что ты? Дальше. Жена с улицы кота принесла. Кота. Этот котяра, как бомж в подъезде. Пометил все углы в квартире. Ужас просто. Мы его прозвали Плющенко. Пусть на меня настоящий Плющенко не обижается. Мы его так прозвали, потому что у нас пол натертый. И когда я кота гоняю по квартире, он скользит по полу, как Плющенко. И тройным поворотом, тройным пулупом в дверь вылезается. Вся проблема в том, что эта котяра стала в спальню по ночам проситься. Скребется так и мяукает на весь дом. Пустите меня, я тоже хочу участвовать в ночных мероприятиях. Этот скребеж невозможно вытерпеть. Невозможно просто. А меня научили. Для того, чтобы отучить кота от спальни, нужно резко открыть дверь и напугать его. А тут, ну надо же, надо же в таком совпадении случиться. У нас тесть гостил. Ночью в туалет пошел, двери перепутал. Я чувствую, скребется кто-то. Ну, думаю, я тебя отучу от нашей спальни, мерзкое животное. Сейчас я тебя отомщу за все помеченные туфли. Станарик взял, подбородку так подставил, ну, чтобы лицо страшное было. Дверь открыл, и как заорут. А ну, вон из нашей спальни, фраер усатый! Урода, блин! И за нос его цоп! Тесть, как был в трусах. Так, с балкона и сигану. Но предварительно пометил всю квартиру. Ну, у нас билетаж, так что, я думаю, тесть не повредился. Но с тех пор мы его не видели. После этого жена на птичьем рынке попугая купила. Голова, как у меня, вот такой размер. Только глаза выпученные. Нос такой, крючко. Наглый такой. Перья цветные. Сидеть, смотрит на тебя. Жутко. Осмысленный взгляд. Я как-то из командировки вернулся. Ну, жене говорю, привет, дорогая. Поцеловал ее. Попугай говорю, привет, птица. А попугай мне говорит, здравствуй, любимый. Знаешь, думаю, попугай, за то время, как меня не было, разговаривать научился. А попугай продолжает. Соскучился, милый. А мой дурак в командировку уехал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, правильно говорят, попка дурацкая? Я не уехал, я приехал. Ну, чего не понимаю. Как-то возвращаюсь с работы уставший, разбегаюсь, чтобы в кресло плюхнуться. Жена с кухни кричит. Осторожно, в кресле малыш спит. Я уже в полете кричу, какой еще малыш? Кресло приземлился, понял, что малыш ежик. АПЛОДИСМЕНТЫ Я из этого малыша две недели сесть не мог. АПЛОДИСМЕНТЫ Самое страшное на малыша ночью босиком наступить. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ходули купил. АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо с кровати на ходули встал. Ну, пошел водички попить. На кухню иду, заодно малыша ищу. Малыш! Ты где? Лбом окосяк стукнулся, на пол упал, сразу нашел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нервы свои расстроил. Стал жабу колбу прикладывать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не поверите ей, а вы поверьте, помогает. АПЛОДИСМЕНТЫ На работе сижу, спокойный, на лампочку смотрю весь день. Я наконец-то понял, в чем смысл фразы. Все до лампочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Шеф прибегает весь нервный, кричит. Почему вы спокойный? А я нервный. Почему вам удается, а мне нет? Я никак не могу успокоиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, очень просто. Потому что я с жабой сплю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже 10 лет с жабой сплю. Мне не помогает. Я говорю, вы правильно должны спать. Надо ее попку на лоб положить. АПЛОДИСМЕНТЫ Если будет брыкаться, вы ее почешите за шейку. Сразу шелковой станет. АПЛОДИСМЕНТЫ Зато проснетесь утром, как огурчик. АПЛОДИСМЕНТЫ На следующий день шеф приходит, довольный. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, говорит, все сделал, как вы сказали. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя жаба сказала, что я извращенец. АПЛОДИСМЕНТЫ И ускакала к маме. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такой зверинец. У нас в доме так повелось, что если соседи, особенно летом это бывает, куда-то уезжают, в командировку или в отпуск, они животных к нам несут. Ну, они знают, жена ку-ку любит животных. АПЛОДИСМЕНТЫ Привели у петуха. Хитрые соседи. Не сказали, что у него весенний бзик начался. АПЛОДИСМЕНТЫ Он топчет все, что шевелится. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромный такой, породистый, с норовом ходит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЗАБРАЛСЯ ЛЕЖИК ПОД ДИВАН СПРЯТАЛСЯ ЖАБА В КОМПОТ ПРЫГНУЛА, ПРИКИНУЛАСЬ ГРУЧИЙ УЖАС, А ПЕТУХ НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НЕ? КО-КО-КО! КОГО БЫ ПОТОПТАТЬ! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А тут мне как назло, ну надо же, надо же в таком совпадении случиться. Мне жена на мобильник позвонила, а поскольку она часто кудахчит, то я в виде звонка, когда она звонит, кудах-то не курицей записал. ПЕТУХ МЕНЯ ЗАПЕЛЕНГОВАЛ И НАЧАЛ ЗА МНОЙ ГОНЯТЬСЯ КО-КО-КО! 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 Ой, я жене кричу, не звони мне больше! Из меня хотят чикенбургер сделать. В общем, еле от петуха отбился, заманил его на балкон и запер. Но обещал ему курицу привезти. Зверюга, успокойся, проведу тебя, КО-КО-КО, проведу. Успокойся. Но надо же, надо же дальше событием так развернуться. Соседи привели гиббона. Посмотрите за нашим красавчиком, присмотрите. Пожалуйста, мы уезжаем на недельку. Пожалуйста. И через полчаса, ну надо же, мама жены приехала. Гиббон увидел маму. И подумал, что это гиббона мама. Начал ее целовать, миловать, блох вытаскивать. Мама такого же не видела. Она в ужасе в комнату забежала. А в комнате кот паркет пометил. Мама подскользнулась. И чтобы ей было мягко падать, я сразу кинул ей подушку. Но я не заметил, что на подушке еж спал. Мама всем своим телом плюхнулась на ежа. Убиваю! Я еле отодрал ежа от маминого зада. Мама, говорю, мамуля, вам надо расслабиться. И жабу ей на лоб. Хрять! Теща с криком на балкон. А там петух курицу ждет. Петух ее увидел, обрадовался. Ко-ко-ко! Ничего себе курочку прислали. Тут топтать не перетоптать. Мама с балкона сиганула. Больше мы ее не видели. Вот такой зверинец теперь у нас. Значит, у нас живут кот, еж, жаба, петух и гибон. И над этим всем попугай летает. Жена мне говорит, ну поскольку у кота псевдоним Плющенко, давай остальным животным тоже имена артистов дадим. Давай, давай, давай. Вот, например, гибон лохматый, пусть он будет джигурда. Ёж колется, да? И Тимати весь в наколках. Он будет Тимати. Жаба красивую ножку тянет, хорошо прыгает. Будет Волочкова. Петух на весь дом кукарекает, поет. Кто? А? Вот человек у нас в квартире был. Басков, правильно. Ну а попугай весь в перьях разноцветных. Киркоров. Вот такая веселая у нас компания. Веселимся потихонечку. Человек ко всему привыкает. Ничего страшного. Привыкли. Но тут новая беда появилась. К нам на балкон из парка, мы возле парка живем, белочка повадилась. Орехами кидается в окно. Вы не поверите, но вы поверьте. Ей наш кот понравился. Она его погулять зовет. Кидает и кидает. Днем и ночью. Я днем гонял, ночью гонял. Ничего не помогает. Голова болеть начала. Я жабу прикладывал, не помогает. Пошел к врачу. Доктор, помогите, пожалуйста. Так, так, так. Что вас беспокоит? Меня белочка замучила. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, 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 так. И почему у вас белочка замучила? Прибегает орехами на балконе, кидается в стекло. Она Плющенко погулять зовет. АПЛОДИСМЕНТЫ А что у вас Плющенко дома делает? Откуда он взялся? А что делает? Живет он у нас. Жена его с помойки принесла. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ей сколько раз говорил, ты что, всякую фигню, дом тащит. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой любопытный случай. Что Плющенко у вас в доме делает? Ничего не делает. Целыми днями на диване лежит. Ему джигурда блох вычесывает. АПЛОДИСМЕНТЫ А джигурда, как у вас в доме оказал, сосед принес. Ему ж нельзя дома одного оставлять. Нагадит везде. Обои оборвет. А так он очень добрый. Рожи смешные корчит. Киркорова по потолку гоняет. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь я ему оборву. АПЛОДИСМЕНТЫ Как у вас все запущено? Почему вы раньше ко мне не пришли? А раньше все нормально было. А раньше меня только Басков беспокоил. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь страшно сказать, доктор, теперь он тимочет, топчет. АПЛОДИСМЕНТЫ Так у вас все сложно. Конечно, сложно Баскова по квартире гонять, когда у тебя на лбу Волочкова сидит. АПЛОДИСМЕНТЫ Да вы псих ненормальный. Вам лечиться надо. Нам всем лечиться надо. Ё-моё, кругом зверьё. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ